Девушки отдыхают Отстань, я выгляжу как шут Кафтан пошит по всем правилам портновского искусства Из лучших материалов Но чтобы это оценить, нужна хотя бы крупица вкуса Даже совершенное одеяние не скрывает недостатки воспитания Обычно я ношу одежду, более подходящую к моим занятиям Я ничего не имею против этого костюма Просто я в нем неуютно себя чувствую Не люблю официальные мероприятия Хм, ну что ж, это вопрос привычки Попрошу вас не двигаться, если позволите Так или иначе, орден Витис Винифера, высшая награда Тусента Требует соответствующего обрамления Не следует ожидать, что княгиня украсит им панцирь, замызганный кровью и грязью При дворе огромное значение придается форме Традиция, этикет Хм, традиция, которая ценит видимость превыше всего Весь этот великосветский блеск и ложно понимаемая щедрость Этот твой философский тон Должно быть от того, что тебе не оплатили новый наряд? Такой тон у меня появляется всегда, когда я размышляю А со мной это случается, представь себе, довольно часто Кроме того, новый костюм мне не нужен Поскольку на торжества я не собираюсь Это почему? Потому что, в отличие от тебя, не должен Пойду собирать вещи Как я понимаю, обогатив себя орденом и новыми наблюдениями Ты присоединишься ко мне? Ясен пень За последнее время я достаточно наслушался о щедрости и прочих добродетелях Мне они тоже не дают покоя Последний из добродетелей — сочувствие Единственный недостающий элемент Ты внезапно поверил в теорию пяти добродетелей? После всего, что мы узнали? Это не вопрос веры Суеверии или прочих народных преданий Тут дело в чистой логике Сиана все распланировала заранее Если бы мы ее не остановили, была бы и пятая жертва Чью смерть связали бы с недостатком сочувствия Я расспросил посланца, который вручал мне приглашение на церемонию Сиана во дворце, в уединении Под давлением дворян Княгиня заточила ее в башне А ты не хочешь узнать, кто еще ей мешал? До начала торжества мы бы успели поговорить с тем сорванцом С чистильщиком Это он доставлял Детлофу письма с фамилиями Может, мы что-то просмотрели? Чистильщик ничего не говорил об этом, когда мы встречались Откуда ты знаешь, что письма доставлял он? Пока ты блистал в лучах славы и примерял новые наряды Я провел свое собственное расследование Ты бы остался мной доволен Для начала я приготовил запас полироля для нашего молодого предпринимателя Я заметил, что в отношениях уличных торговцев принцип взаимности ценится выше всех других правил И ни одно доброе дело не остается без вознаграждения Разумеется, то же самое касается злых и вредных поступков Как это связано с письмами? Когда чистильщик явился ко мне за бочонком, он намекнул, что знает кое-что еще Как выяснилось, при нашей прошлой беседе мы задали ему не все возможные вопросы Достаточно было слегка потянуть его язык, и он все рассказал Он признался, что доставлял Детлофу письма Он знал, что это важные для меня сведения, и передал их мне из благодарности Собственно, почему нет? Сходим вместе, если, конечно, тут уже все закончено С моей стороны, да Теперь все зависит от того, сможете ли вы достойно представить мое произведение на торжествах И не уничтожите ли вы его до того, шляясь по всяким подозрительным местам Я буду осторожен О, дяденька с мечами, привет-привет Так что, почистим обувку? Грязные сапоги позорят серьезную профессию Прошу Мы хотим тебя спросить Опять? Милости просим Сам я за свободу слова Так что любыми сведениями охотно поделюсь А чтобы вам и обувку не вычистить по случаю Может и правда, стоило бы почистить В таком случае воспользуюсь приглашением Один мой друг говорил, что обувь должна быть столь же чиста, как душа Обувь – зеркало души Отличный слоган Как идут дела? Да хорошо Не жалуюсь А было бы еще лучше, если бы некоторые не только болтали, но и обувку бы чистили Ты носил письма мужчине Так вы же про нищих и не спрашивали Слушай, эти нищие Ты о них что-нибудь знаешь? Сколько их было? Ну, четверо Каждый принес по письму Только четверо? Пятого точно не было? Считать-то я умею Знаешь что-нибудь еще? Может, у них было что-то общее? Какое у них общее? Они все разные У кого-то башмаки от разных пар Кто и вовсе без башмаков А, я знаю, что у них общего У них у всех нет дома Малец, я сейчас потеряю терпение Напряги память Ты помнишь, как они выглядели? Ну, конечно У меня память хорошая, говорил же Оборванные такие Бородатые Одежда дырявая Про обувь я уже говорил Геральт, позволь мне задать вопрос Послушай Я с радостью приготовлю для тебя Еще банку полироля Но ты соберись и ответь Как можно точнее Ты знаешь, где их искать? Ну, в ночлежке, наверное Где это? Так это каждый знает Тут недалеко Вот по этой лестнице А потом направо Спасибо Вот тебе за труды Придется нам поискать эту ночлежку Привет, парень Приветствую моего защитника Благодаря вам Дело мое ширится Что-то не вижу никаких изменений Всему свое время Пока что я приглядываюсь и прикидываю Узнаю цены, проверяю качество Сами знаете Деньги запросто можно потерять Но будьте спокойны Я все потрачу с умом Ох, парень Если ты сейчас такой Кем же ты станешь, когда вырастешь? Очень богатым человеком Ты болтлив и очень любопытен Я бы сказал, я любознательный и общительный Кроме того, добрый мастер должен уметь развлечь клиентов беседой И то верно Ты, наверное, много знаешь о людях из Баклера Все обо всех Точнее, все о каждом Я знаю, кто с кем спит Кто с кем хочет переспать Кто чей друг И кто кому в глотку готов сцепиться Такие знания могут быть опасны Что там? Но каждый знает, что я умею держать язык за зубами Если бы я пересказывал все, что услышал Со мной бы давно уже покончили А так, все, что здесь рассказывают, остается здесь Много у тебя клиентов? Очень много А скоро будет еще больше Во время турниров у меня всегда работы прибавляется У рыцарей башмаки грязнее? Так после боя им не только башмаки надо чистить Я им доспехи полирую, шлемы, пояса, ножны Им нравится, когда все блестит, как яйца у пса О, извиняюсь Ну, удачи Приходите еще, сударь Отполирую вам ботиночки наилучшим образом И не только вам, но и каждому Убирайся отсюда с этим своим приемом, ясно? Это порядочный район Мы тут грязи, вони не желаем Господа, почему эти нервы? А говорим, спокойно Но покоя нет, а все из-за тебя Эти твои приблуды только болезни разносят Отбирают работу упорядоченных людей и живут на пожертвовании Этим людям некуда податься Они никому зла не делают А щас я песенку спою А тебе тут чего? Поговорить хотел Поговорить не получится Мы вот тут уж пробовали, только нихера не доходит Сейчас будем иначе разъяснять Господа, спокойней Или ты сам уберешься отсюда с этими твоими пшивыми нищими Или мы тебе поможем Кончилось наше терпение Не будет тут никакой ночлежки Пшли в ван Тут порядочные люди живут Я так понимаю Вам мешает ночлежка? Это почему же? Гляди, Балар Еще один защитник бедноты нашелся Мешает Тут наши бабы и ребятишки живут А рядом с такой голодьбой Нормальные люди даже пройти боятся Порядочные люди? Это вы, значит? А что? Есть сомнения? Ха, есть Ты слыхал, Артуа? Он нас, сука Средь бела дня Оскорбляет Отойдем-ка в сторону, добрый человек Мой друг сам Справится с этой Жаркой дискуссией Я тебе взаймы давал Да не ловит Ведьмак Хред ты боржовый, а не ведьмак Давай, сука Давай сюда Добро Намек понял Валим отсюда Сердечно благодарю вас за помощь Я пытался их уризонить Но опасаюсь, что если б не вы Быть бы мне битым Безмерно вам Обязано Чего они от тебя хотели? Это соседи Они хотят, чтобы я перенес ночлежку в другое место Им не нравится, что я помогаю нищим Я бы и не возражал ее перенести Но мне некуда А вы ко мне по какому-то делу? Чем я могу вам помочь? Что это за место? Богодельня? Можно и так сказать Они здесь могут отдохнуть Съесть что-нибудь горячее Зачем ты им помогаешь? Им это необходимо Послушай, мы ищем человека У которого было задание для чистильщика обуви на Рюде-Горле Для чистильщика? Я его знаю Славный мальчик Кто из твоих подопечных недавно с ним встречался? Или собирается встретиться? К сожалению, ничего не могу сказать Но вы подождите немного Скоро все начнут подходить за едой Сами с ними и поговорите Думаешь, здесь соберутся все нищие? Их никто не заставляет Но редко кто может найти пищу где-то еще Так что обычно ко мне собираются со всех окрестностей Мы подождем Спасибо за предложение Дорогие мои Прежде чем я подам вам суп Два этих господина хотят задать вам вопрос Прошу вас Сосредоточьтесь и отвечайте осмысленно и коротко Иначе ваш суп остынет А вы бы этого не хотели, правда? Я знаю, что четверо из вас в последнее время доставляли чистильщику запечатанные письма Вы знаете, что это за дело? Если так, то скажите Ромен? А что я буду вперед лезть? Сказано было никому про письма не рассказывать Но мне-то ты рассказать можешь? У тебя было письмо И ты его отдал, да? Хорошо, Ромен Благодарю Кто еще? И у меня тоже был Я его отдал чистильщику И у новенького Но его нет, он не скажет Новенький А у меня до сих пор письмо Я его отдам только через два дня после святого Варнавы Мне нужно это письмо Это очень важно А тебе оно уже ни к чему Но я его должен отдать собственные руки Никому не показывать Так сказала та госпожа Грозная была Лучше всего помогать тем, кто справедлив и честен Эти люди очень помогли не только мне, но и вам всем Если кто-то вам угрожал, вы не обязаны держать данное слово Ладно, тогда держи Самому тащиться не придется Там вечно такая грязь Зараза Что? Действительно пятая фамилия? Сам посмотри Ну и ну Скажу тебе Даже я такого не ожидал В этот раз ты займешься княгиней Похоже на то, что мы недооценили Сианну Судя по всему Детлов должен был буквально вырвать ей сердце Но сперва сверни ей шею Увлекательно Теперь головоломка сложилась? Боюсь, это больше не увлекательная головоломка Но чрезвычайно важное дело У нас есть доказательства, что в Тусенте готовился переворот Княгиня была последней целью Детлафа Сиана это спланировала с самого начала Определенно Все логично, Геральт Сперва четыре вроде бы случайных трупа Достаточно, чтобы люди заговорили о бестии Мстители Сиана отомстила Не привлекая к себе никаких подозрений А последней должна была стать княгиня Если бы ей удалось довести план до конца Никто бы не усомнился в том, что она Генриетта пала жертвой собственных проступков Весь Баклер знал, что княгиня не слишком сострадательна Этим бы ее смерти объяснили Зачем бы себя не убивать сестру? Из жажды власти? Из зависти? Из врожденной склонности к злу? Да, да, и еще раз да Все три объяснения годятся И не исключают друг друга Впрочем, если тебе интересно, можешь сам ее спросить Я бы хотел узнать о ее мотивах И это весьма похвально Иногда полезно взглянуть в лицо злу Ну, прямо-таки уж злу Она использовала моего друга как машину для убийства Это дает мне право ее осуждать Но поспрашивать ее, несомненно, нужно Согласно некоторым философам Истину можно узнать лишь эмпирическим путем Ты говоришь, княгиня держит Сиану под замком? Дворяне настаивали на более суровой кали Думаю, что Анна Генриетта хотела в той же степени Защитить свою сестру от самосуда Что и своих подданных от преступницы В любом случае, она сидит в закрытом крыле дворца И ждет официального процесса Мне придется как-то обойти стражников, чтобы до нее добраться Ты со мной? Нет Встретимся на Мерлашес После всего, что здесь устроил Дэтлов и его помощники Мне бы не хотелось показываться во дворце Кроме того, обществу сестры и досточтимой княгини Я предпочитаю простой отвар из Мандрагоры То есть, проще говоря, ты собрался нажраться в одиночестве, потому что ненавидишься Анну Не люблю столь категоричных утверждений Но признаюсь, в ее присутствии я бы за себя не ручался Она жестоко обошлась с Дэтловом и стала причиной его смерти А теперь еще и это Нет, Герард Я подожду на кладбище Моё почтение победителю турнира Моё почтение победителю турнира За скандал накажут плеткой Есть закон про это четкий О, наш герой Геральт 3 Без охоты и конь не тронется Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Мне надо срочно увидеть Сиану. По какому делу? Я хочу с ней поговорить, это важно. Говорить? Это ты со своей бабой можешь. А не с той, что у княгини под замком сидит. Без приказа не впущу и все тут. Я открыл важные обстоятельства по ее делу. Их надо выяснить срочно. А, ну ладно. Это ж ты тот ведьмак, что дело расследовал. Значит, право имеешь. Но только на пару минут. Я постараюсь покороче. Ведьмак будет говорить заключенный. Можете минутку передохнуть. Не слишком бы долгая минутка оказалась. Очень это необычно. Пришел проведать, как мои дела? Хорошо, спасибо. Ленточка Артуриуса творит чудеса. Жаль, ее забрали. А то бы я. Я знаю, кто должен был стать пятой жертвой. Твою мать. Вот ведь ищи. Я в тюрьме. Детлофа больше нет. Может, ты остановишься уже наконец? Сиана, не притворяйся, будто тебе плевать. Я знаю, это только поза. И она уже начинает утомлять. Зачем ты хотела ее убить? Такой прекрасный сыщик. А спрашивает про очевидные вещи. Ну почему, Геральт? Сам ты как думаешь? Потому что она отвернулась от тебя. А потом вычеркнула из памяти. Браво, Геральт. Еще одна загадка разгадана. А твое больное любопытство удовлетворено. И что теперь? Поделишься своим открытием с Анной Генриеттой? Правда, ее жизнь уже вне опасности. Но вдруг она тебе деньжат подбросит к награде? Разумеется, поделюсь. И не обязательно из-за денег. А зачем тогда? Она должна знать. Если когда-нибудь она тебя освободит, ты снова попытаешься ее убить. Скорее всего. А может, хватит расчесывать старые болячки? Ты забудешь все свои обиды и простишь ее, наконец? С чего бы вдруг? Вы же любили друг друга когда-то. Умоляю. Не знаю, кто тебе нарассказал таких глупостей, но... Я читал дневник вашей гувернантки. Вы играли вместе, были неразлучны. Из-за Анны Генриетты у тебя бывали неприятности. Но она пыталась тебя защищать. А когда у тебя были кошмары, только она могла тебя успокоить. Время стирает воспоминания. Иногда в памяти остается только хорошее, а иногда только плохое. Тогда почему она от меня отреклась, если она меня так любила, а? Сиана. Сколько лет ей было, когда тебя изгнали? Двенадцать? Тринадцать? Она была ребенком. Что ей было делать? Устроить переворот? Украсть у отца печати и подделать твое помилование? Она была бессильна. И стерла тебя из памяти не потому, что ты была ей безразлична, а потому, что слишком переживала твое изгнание. Она забыла тебя, потому что только так могла справиться с болью. Так ты серьезно говорил в стране тысячи сказок? Ты правда хочешь, чтобы эта история хорошо закончилась, да? И чтобы все жили долго и счастливо. Давай, ведьмак, иди отсюда. Не то еще медаль потеряешь, вот будет обидно. Прощай, Сиана. Прощай, Сиана. Господин Делатур желает тебя видеть. Пойдем прямо сейчас? Пойдем. У меня к нему тоже есть дело. Дамьян. Геральт, пришло время. Ты готов к церемонии? У тебя лицо как-то раскорячено. Но в прошлый раз все было куда хуже. Это все компрессы и зарники. Я уже почти ничего не чувствую. У меня есть важные сведения. Анна Генриэта должна была стать пятой жертвой Детлофа и Сианы. Ты в этом уверен? Уверен. Есть доказательства. Мало ей было убийств и того ада, в который она превратила город. Она хотела покуситься на собственную сестру. На княгиню. Значит, следует усилить охрану и внимательней следить за Сильвией и Анной во время допроса. Я займусь этим лично. Благодарю за бдительность, ведьмак. Я ценю твое участие. В таком случае начнем церемонию. Идем со мной. Княгиня ждет. От имени гильдии прошу о помощи, досточтимая княгиня. Без бочек все производство встанет, а тогда нам придет конец. У вас сгорели все бочки? Я очень опечалена. Это крайне неприятное известие. Да, ваша светлость. Пожар начался, когда чудовища ворвались на склад. И тут же все подчистую сгорело. Дворцовый стражник будет послан, дабы осмотреть пепелище. Если все так, как ты говоришь, надлежащая компенсация будет выплачена вам из княжеской казны. Благодарю, ваша светлость. Ваша светлость. Прибыл Геральт из Ривии. Мои дорогие. Теперь перейдем к следующему пункту. Из всех обязанностей, что были возложены на мои плечи, как на вашего правителя, это мне милее всех. Сейчас мы вручим орден. Орден Витис Винифера. Высшую награду Тусента. Геральт из Ривии. Убийца бестии из Баклера. Подойди. Нашим соизволением так будет отмечен ведьмак, кое по нашему приказу избавил Баклер от ужасной бестии. Пусть этот символ напоминает всем, что ведьмак навсегда останется другом Баклера. А от себя лично? Большое спасибо, Геральт. Дамьен вручит тебе награду. Это же был ведьмачий заказ. Кроме того, еще один сюрприз. Я решила передать тебе дюжину бочонков Сангриаля, вина, которую обычно пьют, лишь за княжеским столом. Теперь и ты сможешь его попробовать. Ты рад? Я очень рад и благодарю вас, ваша светлость. К сожалению, я должен испортить праздничное настроение. Дело в том, что... Сиана собиралась убить вас с помощью Дэтлафа, княгиня. Это вы должны были стать пятой жертвой бестии. Это неправда. Ты наверняка ошибаешься. У меня есть доказательства. Доказательства. Я в это не верю. Я поговорю с Сианой. Ты сможешь меня сопровождать? Благодаря тебе я отыскала сестру. Но после того, что ты сказала мне минуту назад, я не знаю, смогу ли я судить ее справедливо. Мне бы хотелось, чтобы ты ошибся, Геральт. Я не ошибся. Более того, я бы посоветовал быть с ней предельно осторожной. Не перегибай палку, ведьмак. Это моя сестра. Я знаю, как с ней разговаривать. Если мое присутствие чем-нибудь поможет, я, разумеется, останусь. Сейчас состоится допрос особой, причастной к убийствам, имевшим место в Баклере. Капитан Делатур, прошу, введите Сильвию Анну. Капитан Делатур, прошу, введите Сильвию Анну. Капитан Делатур, прошу, введите Сильвию Анну. Я свободный человек, могу делать, что хочу. Ты повинна в страшных преступлениях. Однако, ты моя сестра. И мое сердце не позволяет судить тебя, как обычную преступницу. Я не могу поверить, что ты хотела меня убить. Должно быть, на тебя влияло это чудовище, Детлов. Ты бы никогда не пала так низко. Потому я попросила Геральта быть моим советником. Он лицо незаинтересованное. Говори, ведьмак. Тиана была в отчаянии. Я знаю, что у нее имелись свои причины, чтобы не пылать любовью к Баклярскому двору. Хотя, конечно, я не одобряю ее методы. О чем он говорит, Тиана? Ты отлично знаешь, о чем, сестренка. Тебе было на руку то, что меня изгнали. Ты же знала, что тогда трон достанется тебе. Хотя старшая сестра – это я. Я могу понять министров. Они ненавидели меня с детства. И считали, что я не смогу стать подходящей супругой для князя. Даже наших родителей я понимаю. Я всегда чувствовала, что они просто меня боялись. Потому что я имела смелость быть свободной. И тут это выдуманное проклятие. Неожиданный подарок богов. Оно было всем на руку. Но ты... В тебе я больше всех разочаровалась. Ты была моя любимая сестричка. Милой Анариетты. Теперь ты понимаешь, ведьмак? Она меня предала! Теперь ты говоришь, что всех их понимаешь? Ты же приехала сюда, чтобы мстить. Потому что они заслуживают мести. Они все ненавидели меня с тех пор, как я себя помню. Но Анариетта когда-то понимала меня. Только на неё я могла рассчитывать. Её предательство ранило больнее всего. Тогда вы были детьми. Её светлости-то и вы обе никак не могли изменить того, что случилось. Ошибаешься, ведьмак. Она могла. Помнишь, дорогая сестра, тот день, когда меня изгнали из дворца? Да. Я придумала закидать нильтгардских послов рыбьими пузырями, которые мы для смеху наполнили тухлым жиром. Но это ты решила их поджечь. Полагаю, ты хотела поразить меня, и тебе это удалось. Ты попала прямо в эту гадскую лутину. Я в жизни так не смеялась. Но когда дело дошло до поиска виноватых, ты не пискала ни слова. Вся ответственность легла на меня. Это правда. Я не встала на твою защиту. Я испугалась. Совет был единодушен. Они перечислили все мои страшные прегрешения. Побеги из дворца, мнимую жестокость и неподходящее знакомство. Меня изгнали. А ты единственный человек, который меня понимал. Ты струсила и вообще не стала мне помогать. Ни до того, ни после. И даже не пыталась меня разыскать. Неправда. Я искала тебя. Я посылала за тобой рыцарей. Собирала сведения. Это ты не хотела, чтобы тебя нашли. С тех пор, как ты пропала, я живу с мыслью о том, что подвела тебя. Прости меня, сестричка. Ты простишь меня? Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Вечно пьяное княжество. Неужели тебе так не нравится, Туссент? Это место как крепкое вино, Геральт. Хорошо в малых количествах. Как тебе самогон? Не слишком крепкий? В самый раз. Это заслуга местной мандрагоры Официнару. Клубни, растущие в вулканической почве, имеют выдающиеся вкусовые качества и обладают уникальной темно-коричневой окраской. Захватывающе. Но самогон у тебя вышел удачный, это точно. Собственно, я бы с удовольствием набрал этих корешков про запас. Не хочешь ко мне присоединиться? Тебе вдруг приспичило собирать урожай? Темно же. Но, Геральт, даже если бы я мог великодушно предположить, будто у тебя вылетело из головы, что я вампир, и мне не нужен свет, никогда не поверю, будто ты забыл, что и тебе темнота ничем не мешает. Так что, пошли. Раз уж ты так загорелся, давай сходим. Но ты забываешь одну вещь. Свежий корень мандрагоры очень токсичен даже для ведьмака. Ничего подобного. Я никогда не забываю о мерах предосторожности. Прошу, вот тебе рукавицы и маска. На денег тебе ничто не будет угрожать. Спасибо. Ну ладно, пойдем. Светлый... Настраивает меня на мечтательный лад. И о чем же ты думаешь? О сиськах Сукуба? Нет. Я, например, думаю, что все может выглядеть интересно при правильном освещении. Даже старая туша трупоеда тебе, дорогой друг, деликатности не на грош. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Куда вампир-то сделался? Нелегко будет его выследить. В конце концов, он... Мпир. Зареза, куда ты подевался? Регис! Я делал то, что должно. Брукса назвали тебя изменником. Кодекс чести вампиров прост. Даже тривиален. Или ты с ними до конца, в любой ситуации, вне зависимости от обстоятельств. Или... Тебе не простят. Не простят. Но на мое счастье, также обязателен и другой принцип, столь же тривиальный, как и первый. Его хорошо передает поговорка с глаз долой и с сердцем вон. Поэтому я уезжаю из Тосэнта. Скорее всего, надолго. Понимаю. Вернемся ко мне. Чудовищно хочется еще немного выпить. Ммм. Невероятный букет. Мягкое раскрытие и неожиданное послевкусие. Ты не находишь? Я не силен в дегустациях. Ну так самое время начать обучение. В конце концов, винодельня Корва Бьянко твоя. Между прочим, я оставил в твоем новом доме небольшой подарок. На столике у кровати. Спасибо. Может, скажешь, что это? Так, безделушка. Но может оказаться полезно, если вдруг понадобятся мутагены. Кстати, ты не думал, что будешь делать с Корва Бьянко? Повесишь мечи на гвоздь и посвятишь себя заботам о виноградниках? Ах, я и сам не знаю. Может, когда-нибудь меня и соблазнит жизнь почтенного винодела. А может быть, я предпочту путь ведьмака, чтобы лежать по ночам на тролле и смотреть на звезды. Ммм, повеяла поэзия. И тут же, разумеется, на ум пришел Лютик. Помнишь, как мы сидели когда-то совсем недалеко отсюда, спрятавшись в пещере, и вокруг бушевала вилла. Как я могу забыть? Мы отправились спасать Цири из лап Вильгефорца. Как раз встреча с Вильгефорцем я вспоминаю с неименьшим удовольствием. Но тогдашнее пребывание в Баклее было более спокойным, чем это. Тогда нам казалось, что это сказочные земли. А проблема здесь может быть одна. Недостаточно вместительный винный погреб. Видимость, Геральт. Видимость. А она по обычаю мамунов и доплеров обманчива. А что, собственно, стало с Вильгефорцем? Я убил его. Но, признаюсь, это было нелегко. Ты уже знаешь, куда собираешься ехать? Главное, куда-нибудь подальше. Я подумываю двинуться на юг. В Нильфгард? Почему нет? Нильфгард и общество современное. Там никто не верит в вампиров. И это может оказаться очень полезным для сохранения комнаты. Интересная точка зрения. Не хочется мне никуда идти. Посидим здесь еще немного, дружище. Посидим, мой друг. Мы были свидетелями и не однажды виновниками судьбоносных событий. Теперь же, после стольких трудов, нам полагается отдых. Да, полагается. виновниками. Продолжение следует...